Большие гонки Большие гонки Большие гонки Большие гонки Большие гонки Это запредельная высота С низкого старта Дамы и господа Пятый тур А значит Ровно половина Игр осталось позади И первой на стадионе Леаль появляется знаменитая телеведущая Натали Симон С ней команда из французского города Габ Это поселение в Верхних Альпах стоит на месте древнеримского города Который неоднократно страдал от набегов готов и сарацинов Богатая история сопротивления сделала и жителей этого города настоящих бойцов Они приехали на большие гонки Только за победой А сейчас в исполнении ведущего Жен Ченга Звучит русская народная песня В Асадуле в огороде И на площадке стадиона Леаль появляется команда из города Хьян Этому месту более трех тысяч лет Именно здесь не так давно обнаружено восьмое чудо света Громадные терракотовые фигуры императорских колесниц в натуральную величину Встречайте прямых потомков последнего китайского императора В следующем на больших гонках появляется известный украинский шоумен Павел Костицын С ним команда кумиры Знаменитые ведущие, журналисты и спортивные комментаторы украинского телеэфира Без сомнения команда кумиры самый серьезный соперник российской сборной Ну а следующие слова украинского ведущего понятны без всякого перевода Най-най-най российского телебачения Дмитро Нагиев И вновь своей красивой рысью я пытаюсь вдохновить нашу команду на победу В прошлый раз мне это удалось Мы на юге Франции Это большие гонки Первый канал, меня зовут Дмитрий Нагиев Здоровенькие булы, братцы Бонжур, мадам, месье, ни хао Наши китайские друзья И что называется, оле-оле Россия, вперед! Леди и джентльмены Элита российского телевидения Сборная первого канала Команда первые Капитан команды Леонид Якубович Ольга Кокорекина Жанна Агалакова Татьяна Арно Алексей Пиманов Андрей Малахов Виктор Гутев В усиление сборной первого канала Вступает Александр Мостовой Жанна Фриске Илья Ковальчук Тренер команды Ольга Слуцкая На ваших экранах звездный состав команды Первые Любимые ведущие главного телеканала страны А также певица Жанна Фриске Звезды спорта Илья Ковальчук И Александр Мостовой Капитан команды Самый известный телеведущий России Леонид Якубович До начала турнира Остались считанные минуты Номер один Первый канал Все самые главные, все там И соответственно они сегодня обязательно выиграют Потому что у нас нет обратной дороги Виктор, у вас была недавно игра Да, вы успели восстановиться Какие-то витамины, может быть, в массаже Ну Ира Кружаненко какие-то витамины мне дала Из своего запаса олимпийского Я думаю, что мы в этом конкурсе выберем Россия, ура, вперед! Да, дорогие друзья, по-моему, побед Абсолютный температурный режим Для вот этого стадиона Температура здесь Ну, наверное, градусов 40-43 может быть Первый конкурс Пляж, сложный конкурс Интересный, вроде бы забавный, но сложный Игроки по очереди соскальзывают в бассейн На надувных лодках Стараясь развить достаточную скорость Чтобы пересечь бассейн И забраться на остров Но они должны быть осторожными Чтобы не разогнаться слишком сильно И не столкнуть в воду своих товарищей По команде Следующий участник может стартовать Только когда все предыдущие Попали на остров Команда, которая быстрее всех вместе с лодками Заберется на остров И встанет там на весь рост Получает максимальное количество баллов Если хотя бы одна лодка останется в воде Или если хотя бы один участник Не будет стоять во весь рост Команда проигрывает Значит, справа и слева Там бордюры Об этом можно задонуться Поэтому вы торможите конерками Чтобы не сбить тех, кто в отеле Но она стоит на острове Только Я Стоя Можно же опираться Вот здесь, эта лодка И я должен познать эту лодку И сказать, что да А можно сам лодку надевать Вот на краюшек И очень аккуратно, чтобы они не выпадали Вот это вот самое главное Кто будет принимать участие в первом конкурсе? Скажите, пожалуйста В первом конкурсе принимают участие Жанна, Таня, Оля, девочки Таня Арно Таня Арно, да, конечно Мальчики Илья Ковальчук, Мостовой Пиманов и Малахов Как капитан оценивает шансы команды В этом сложнейшем и опаснейшем, на мой взгляд, конкурсе Мы будем первыми Даже если проиграем Мы были тем первыми Мы всегда будем первыми В плен мы не сдаемся Когда в жизни Да и плен как праздник будем Оля, скажите, пожалуйста Много тренировались, а? Я скажу Я тоже По довольно странным правилам Дикой французской забавы Тренироваться здесь нельзя вовсе Китайцы построили такой ангар И тренировались там ровно год Но это им не помогает Не помогает мне Извините, я держу девушек в купальнике Я не могу с вами продолжать беседу Жанна, на секундочку Скажите, пожалуйста Почему, как вы думаете Капитан не выставил вас на первый пол Потому что он бережет меня Такое сложное Например Да Между прочим Да Беку мы на ты Дорогие друзья Стадион взрывел Наши игроки уже стоят на исходной Мы болеем за нашу команду Мы держим кулаки Вот так Илья Ковальчук первым Ничего страшного, что Ковальчук немного больше, чем остров, на который он должен высадиться Три, два, один Гиби Итак, Ковальчук в разгоне Удар, что называется, гол Ковальчук практически въехал на этот островок Красавчик, да? Красивый, какой он молодец Мой лучший ученик Отлично Задом влетает второй игрок на остров Жанна Фриске Человек, который выделен в помощь сборни первого канала Андрей Малахов съехал Андрей Малахов карабкается И у Андрея Малахова получается Что у него со шлемом? То ли он сплющился? Нет, это просто велосипедный шлем Ольга Кокорекина Молодец, молодец, сколько бы выплыло Черт с ним, пускай не залезет на этот остров Лишь бы выплыло Нет, она выплывает И еще карабкнется Молодец, а? Руками, зубами Вот это воля к победе, дорогие друзья А что вы хотите? Это сборная первого канала Это большие гонки Да, так в воду может ходить только Алексей Пиманов Играет каждая мышца Глаза, язык, уши И Алексею с каской на бикрель Все-таки удается закрепиться на острове Только бы последний игрок не сбил всех наших Ничего не видно Выплывает Я вижу, что девушка Вижу, что девушка Это была Таня Арно Это Таня Арно И она вскарабкивается И вот последний игрок пошел Мостовой Зачем? Зачем Мостового пустили последним? Он сбивает с острова всех Да, друзья мои Это ошибка Ошибка капитана Леонида Якубовича Нельзя было такую бомбу, как Мостовой Пускать в конце Конец первого старта Поздравляю вас Я поздравляю вас Да, да Мостовой все-таки в конце Успел вскарабкаться, дорогие друзья Молодцы, молодцы Да, за пять секунд до финального свиска Команда первой В полном составе Оказывается на резиновом островке Молодцы Я очень сильно переживал за эту команду У меня уже голос сорвался Но наши все равно первые Первый канал это молодцы Мы за них очень сильно болеем Молодцы 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 Не молодцы Ужас Ужас Полный 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 Да, что Ощущения Я никогда В жизни не купала Спасибо большое Потрясающе Очень тонизирует Жанна Молодец Ты хорошо Очень украсила Сборную первого канала Ощущения Свои Ощущения Ну Полно адреналина Таня Скажи пожалуйста Было страшно Когда последним Летел Мостовой Бомба просто Нет, нет Мы уже знали Что он сейчас быстро Долетит и все Получит Ясно И отдельное спасибо Алексею Пифанову Который так красиво Вошел в воду Играла каждая мышца Я потерял Абсолютно Ориентировки Я думаю Что я вынудру за ними Дорогие друзья Мы пожелаем Алексею В следующих конкурсах Как он сказал Ориентировку Не терять Мостовой Как можно было Последним согласиться Это просто Бомба была Этот Наверху мне говорит Остается 10 секунд Вы наверное не успеете Он говорит Садись Не садись Ну сядь на всякий случай В тот момент Когда наши встают У меня толкают Поэтому я вообще Не знал что делать Мы лучше нет Витя скажи пожалуйста Ты ведь был На последнем герое Да Да было такое По сложности Я понимаю что здесь Намного все сложнее И серьезнее И тем не менее Можно как-то сравнить С последним героем Можно Единственная разница Что здесь кормят А там нет Вот этот остров Всем островом Как-то сравним Но тот был все-таки Побольше чем этот Хоть тоже был маленьким Дорогие друзья Я как я вам и говорил Здесь все намного серьезнее Приготовились К следующему ставу Поехали После неплохого выступления Нашей сборной Давайте посмотрим Как складывалась ситуация В бассейне У наших друзей Соперников Китайцы Пока китайцы Никак не вписываются В отведенное время Время Неумолимо заканчивается И вся команда Китая Пока находится Кто наверху Кто в воде Не удается им совладать Ни с лодками Ни с водой Ни с маленьким островком И глядя на секундомер Я понимаю что Китайская команда Не укладывается В отведенное время Следующий выходит К этому конкурсу Команда из Франции Пока В общем все складывается Но время летит Неумолимо Может быть У французской команды Была возможность Потренироваться По крайней мере Они видели Эти программы Эти конкурсы По телевидению И в общем Какая-то хотя бы Моральная подготовка Есть Потому что Глядя на то Как красиво Они завершают конкурс За 20 секунд Обратите внимание До конца Понимают Что в общем Команда Абсолютно готова Украинская команда Играет очень неплохо Неплохо И ровно Посмотрите пожалуйста Последние секунды Выступления Украинской сборной Пока у них Складывается Все гладко И Вся команда Подтягивается На плавающий островок Финальные секунды И мы с нетерпением Ждем решения Реферия Леонид Аркадьевич Вы в принципе Могли бы выступить В этом конкурсе Они мне не дали Потому что я хотел съехать Не один Я хотел съехать с украинкой Поэтому может быть И не дали Итак дорогие друзья Мы ждем решения Компетентного жюри Я вижу Выставлены первые оценки 6 баллов У России 8 баллов Франция 2 балла Китай И 4 балла Украина Капитан команды Первый неповторимый Леонид Якубович С пристальным вниманием Отслеживает каждое движение Своих подопечных Конечно ему то казалось Что в конкурсе Пляж Его команда Выступила лучше всех Поэтому вместе с тренером Якубович решил Выяснить причину Заниженных баллов Непосредственно У судьи Объяснение Организаторов соревнований Несколько успокоило Капитана команды Первое Они забрали семеро Раньше Используя Меньше времени Чем мы И поэтому им дали Первое место Ребят Вы с ума сошли Что с такими кислыми лицами Это веселая история Это очень веселая история Ох Ох Дорогие друзья И так следующий Сложнейший конкурс Он называется Кости Участвуют три игрока От каждой команды Два игрока Складывают столб Из трех гигантских Игральных костей Третий игрок Пытается заманить Бычка Чтобы тот Распросал кости Затем судьи Подсчитывают точки Выпавшие на костях И игра Повторяется Победит команда Набравшая Наибольший счет У нас играет Ковальчук У нас играет Гузев У нас играет Малахов Здравствуйте Гузев Мы тебя любим Малахов Обожаем Но Ковальчук В жидкости А не можем Почему именно Эти люди играют Потому что Они лучшие Быть готов Участники готовы Все готовы Выпускайте Бычка Очень сложный Конкурс И на арену Вырывается бык Смело Ответственно Наши игроки Бросаются Прямо Непосредственно На разъяренное Животное Пока Пока Бык сбивает Пирамиду Но отнюдь Не нашей команды Лизируют пока что Украинцы Вновь Вновь Нашей команде Не везет Но ребята Не теряют Расположение Духа Главное Собраться С мыслями Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Опять гусев На рогах Нет Но почему Почему Скажите Мне По-моему Виктор Гусев Ранен Уже второй раз Разбивает пирамиду Украинцев Этот несчастный Бык Я не знаю Может быть он Натренирован На эту малиновую Пирамиду Никак гусеву Не удается Заманить его Принципиально Этот несчастный Бычара Обходит Наши кости Да что ж такое Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Виктор Гусев Какое падение Налокотник Налокотник возьми И отползай Отползай Россия Где Андрей Малахов Я не понимаю Но прекрасно Бык справляется С нашей пирамидой Андрей Да отпусти пирамиду Ставь Да Прекрасно Поставил Бык на нашу пирамидку Просто плюет И все это Фотографирует Леонид Аркадьевич Потом это Наверное Все фотографии Будут переданы В музей Поле чудес Я задаюсь вопросом А где же Андрей Малахов Ага Вот он Красавец И опять На рогах Украинский спортсмен Очень опасно Очень опасно Копытами по ноге Это очень страшно Кто-нибудь Подхватил бы Одну кость нашу Иги Виктор Кубик поставил Очень опасное Состязание Прекрасно На мой взгляд Играет Украинская команда Ага Наша пирамида В полном споре Нам осталось Чтобы быть Игорь сбил Ну давай Давай Виктор Гусев Молодец Стоит Заманивает ВК Но быку На нашу пирамидку Наплевать Почему это так Друзья мои Может наша пирамидка Чем-нибудь Намазана Нет Нет Не удалось Не удалось Заманить ВК Уже все завершилось Уже все завершилось А Виктор Гусев Все еще пытается Затащить ВК На нашу пирамидку Все Конкурс завершен Скажите пожалуйста Леонид Аркадьевич Что на ваш взгляд Команда делала не так Это бык все делал не так Это неправильный бык Неправильный бык Это французский бык Это французский бык Собой своего быка У нас столько быков Вы знаете Когда спортсмены на ринге Это понятно Но когда ведущие Творят чудеса Не боятся Этого страшного урода Быка Который почему-то В наши зеленые кубики Совершенно не бьет Надо же краски Давить А нам стать зеленые Подходит сюда Илья Ковальчук Что было не так Скажи пожалуйста Ну бык не слушался На красный идет На зеленый нет Что делать Если быки красные любят Витя Иди сюда Витя Это было страшное падение Нет перелома Нет все нормально Спасибо Но ты прекрасно работал Просто прекрасно Ну это не просто Это не просто Ты знаешь Даже бык тебя зауважал Я видел Я надеюсь Почти так же сложно Как иментировать Андрей Андрей На секунду Скажи пожалуйста Что адреналин Шок Ты первый раз Один на один с быком Я чувствовал себя Таким тореадором Но Витя конечно Это настоящий герой Ты тоже молодец Покажи пожалуйста Витя еще раз Рану свою Очень серьезно Дорогие друзья Это очень серьезная игра Давайте посмотрим Как будут выстраиваться Отношения Я вижу Китайцев И французов Все на месте Играют французы Против китайцев Выпускайте Личко Ой-ой-ой Дорогие друзья Какая сложная игра И какие еще И смелые китайцы Теперь я понимаю В чем собственно говоря Секрет процветания Китайского прогресса В их смелости Прежде всего Они причем помогают И себе И французам Им все равно Им важно Вот этот вот поединок Один на один с быком Ой-ой-ой-ой-ой Китайц висит на заборе Обыкновый прямо Рогом-рогом В красной майке Посмотрите друзья мои Какая наблюдательность У Жанны Фриске Спустя три минуты После начала конкурса Она заметила Что китайцы В красной майке Потому что китайцы Китайцы больше всех достаются Потому что они в красной майке Напоминаю Что бык не различает цвета Даже красный Для него не существует Бык упал Бык упал Дорогие друзья Такого еще не было Чтобы падал бык Какая красота Он роет землю Он злится Финальные секунды Этого жесточайшего Поединка И китайцам пока Удается Далеко не все Конец игры Очень жесткий конкурс Для китайцев Получился Очень Итак дорогие друзья А мы ждем результатов Ну пускай Жюри считает Это их работа Мы узнаем Какая команда Получилась Столько очков А очки будут делиться Примерно так 4-3-2-1 Но только после рекламы На первом Мы снова На самом безумном И праздничном шоу Первого канала Большие гонки Сегодня За звание лучших Сражаются Исключительно Звезды Главного телеканала Нашей страны Команда Первый И только что Вы наблюдали За самым опасным Конкурсом Больших гонок В котором Знаменитый Спортивный Рекомендатор Виктор Гусев Получил Серьезную травму В поединке С огромным Быком Танечка Скажи пожалуйста Не кажется тебе Что все это Попахивает розыгрышем Меня все время В течение Вот всех Читовов Обвиняют Что Это все программа Розыгрышем Дорогие друзья У нас не такие бюджеты Во-первых Во-вторых Я бы лично Сидела за пунктом Наверное Монтировала бы А не стала бы Так спускаться И захлебываться В воде Поэтому это все Настоящее Очкулы вниз Когда здесь Бык таранил наших Тебя снимала Скрытая камера Спасибо большое По итогам Конкурса Кости Украина получает Три балла Россия Ноль Китай Четыре И Франция Ноль баллов Итак Итак Дорогие друзья Я смотрю на монитор То ли я ошибаюсь То ли я сплю Но у нашей команды Ноль очков Я просто в шоке Я очень удивлена Сейчас я пойду Главному суде И прошу хотя бы Объяснение Почему у нас Ноль очков Потому что Три раза Были сбиты Эти кубики Правила мы не нарушали Непонятно Надо вместе Держаться И рвать всех Команда первые В шоке Наши ребята Несколько минут Самоотверженно Гоняли по арене Огромного Агрессивного быка А им присудили Ноль баллов Ну так что говорить Я даже Даже Наглею Надо бороться с ними Капитан команды Леонид Якубович И тренер нашей сборной Ольга Слуцкир Не могут смириться С такой несправедливостью И сразу вступают В бой с судейством Засуживают наши Вообще По черному Но мы будем держаться И бороться до конца Это умнее Ой Почему-то я становлюсь Расистом Леонид Аркадьевич Даже грозится Договориться с украинской стороной И снять с игр И российскую И украинскую команды Повторный просмотр игр Вынуждает Рефери из Швейцарии Оливия Ганьяна Пересмотреть Своё решение Это идиотизм Они утверждают Что кто-то задел Локтём Было такое Что по локтём Они быки Поэтому нам поставили Ноль И французам поставили Ноль Нет Ну нам уже сейчас Два очка Ругали Ничего Нам поставили Вытверкаю Что на плёнке Кто-то из нас Задел рукой Это не бык А кто-то из наших Теперь нам поставили Два очка Отсудили Мы сейчас два очка Судили Отругали Два очка А французам поставили Вообще ноль Нет, правильно, потому что французы нарушили правила. У них все трое строили эту пирамиду, а один не имеет права это делать. Итак, дорогие друзья, Ольга Слуцкер и Леониду Якубовичу удалось добиться справедливости и нам добавили еще два очка. Теперь у китайской команды 6 баллов, у нас 8, у украинской команды 7 баллов и 9 баллов у французской команды. Французская команда, конечно, литирует. Это большие гонки, смотрите, не переключайте. Надо было с тобой подойти, было бы 4 очка. Я маленький, я надо было с тобой идти, а ты тут стоишь. А я маленький, конечно, у меня только 2 очка, а с тобой бы сразу 4. Итак, дорогие друзья, стадион готовится к следующему конкурсу «Золотая лихорадка». Мне кажется, золото добыча в крови каждого телевизионщика. Игроки по очереди бегут по конвейеру к товарищу по команде, который стоит на специальном помосте. Он передает игрокам золотые слитки. Получив слиток, каждый игрок должен добраться до сундука своей команды и положить в него слиток. Цель игры – собрать максимальное количество золотых слитков, не свалившись в воду. Итак, дорогие друзья, дорогие господа, Агалакова Жанна занимает позицию. Бегут у нас Алексей Пиманов, Малахов, Мостовой, Ковальчук. Илья Ковальчук. 3, 2, 1, иди. 3, 2, 1, иди. И Илья Ковальчук абсолютно правильно понимает команду «иди» и начинает двигаться по этому самодвижущемуся эскалатору. Абсолютное, абсолютное понимание с Жанной Агалаковой. И первый слиток оказывается в ящи... Ай-яй-яй-яй-яй, падает Алексей Пиманов, но вовремя берет себя в руки и спокойно, размеренно поднимается на эскалатор. Осталось дело за малым. Взять золотой слиток, это Алексею удается, и он кидает его прямо в сундук. Скарагнивается Александр Мостовой. Он доезжает до Агалаковой, пытается схватить золото. Нет, 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 Мостовой, нет, Мостовой падает, падает в воду. Кто следующий? Следующий Андрей Малахов, он в лодочке, ему удается вскарабкаться на двигающийся подиум. Он вышел на него, подиум, по-моему, набирает обороты. Андрей хватает кусок золота, пытается спрыгнуть. Да, ему это удается, и он кидает золотой слиток прямо в сундук нашей российской сборной. Ковальчук, Илья Ковальчук, он доезжает до Агалаковой, хватает золотой слиток, ему все удается. Молодец, просто молодец. Следующий Алексей Пиманов. Он сходит на подиум, подиум начинает двигаться. Алексей доезжает до Жанны, хватает золотой слиток, пытается спрыгнуть. Ему это удается. Оля, волнуешься? Не знаю, ребят, мне несколько неудобно, да, перед ребятами, которые сейчас играют. Но этот конкурс выиграет достаточно количеством. Падает Андрей Малахов, падает, он не успевает, он не успевает. Нет, нет, ему не удается, и он падает в воду. Но падает красиво, надо заметить. Мостовой, который пока не принес нашей команде в этом конкурсе ни одного очка, вступает на двигающийся подиум. Уже сирена к окончанию, Мостовому удается схватить. Он должен успеть. Кидай, 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 кидай. Нет, все, нам не засчитывают это очко. Александр, Мостовой не успевает, дорогие друзья. Это закончился конкурс «Золотая лихорадка». Леша, до секунды, пожалуйста, что случилось? А там просто у нас красотки такие неудачные. Саша, почему получилось так, что ты не принесся ни одного очка? Потому что второй круг, они мне опускали сюда на ноги, а я просто не... Невозможно бежать, да? Можно, можно, просто не приспособиться. Андрей, было красивое падение, но ты принес ведь очко команде, да? Да, это было так. Приятнее осознавать, что мы намываем золото в нашей стране больше, чем в других странах. Спасибо, спасибо. Леонид Аркадьевич, как вы оцените выступление команды непосредственно в конкурсе «Золотая лихорадка»? Золотая команда. По добыче мы первые. Мы возвращаем капитал в Россию и показываем тем самым пример остальным. Спасибо вам за это, Леонид Аркадьевич. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это был капитан команды Леонид Аркадьевич Николаевич, который возвращает львиную долю капиталов в Россию. 3-2-1, поехали. Сразу же после команды первые в погоню за золотыми слитками вступают команды Франции и Украины. И вы смотрите лучшие моменты их игры. Французы, как всегда, играли быстро и организованно. Они принесли целых 7 слитков в сундук своей команды. Ровно столько же слитков удалось донести команде из Украины. Во всей видимости, братья-славяне внимательно изучили приемы соперников, потому что играли на удивление слаженно. А вот за игрой наших китайских друзей я предлагаю посмотреть подробнее. И вступает в игру китайская команда. Первый же спортсмен сразу оказывается в ледяном бассейне. Посмотрим, как сложится история второго. Тоже, тоже там же. Третий спортсмен выходит и оказывается в бассейне. Да посмотрите, как оказывается. Это ведь уже не шутки. Он может просто утонуть, поскольку два огромных круга перевернуть в обратную сторону не так просто. Кидаются ему на помощь организаторы турнира. Пока и третий, и четвертый спортсмен оказываются в воде. Не складывается, не складывается игра у китайской команды. Вот я вижу хотя бы один золотой слиток оказывается в сундуке. Игра команды Китая вызывает улыбки у участников других команд. Это понятно, потому что китайцы являются сильными соперниками. И если где-то что-то не удается, это будет облегчать игру в дальнейшем другим командам. Конец игры Китайцы просто шоумены. Они показали нам комедию просто такую. В воде плавало человек пять сразу же, то есть за одну секунду. Это было очень смешно. Да, хорошо, что никто не утонул, потому что один чуть реально не захлебнулся. Ужас. Если не китайцы, игра бы была намного скучнее. Команде пи***я понравится в Салик-Арсе. Я считаю, что все борются как могут. Надо победить. Только мы должны победить. Все будет хорошо. По праву должен участвовать Владимир Гольфович. А кому спасать золотой запас страны? Количество очков за этот конкурс мы с вами узнаем после рекламы на Первом канале. Дамы и господа, мы возвращаемся во Францию, где проходит супер-шоу Первого канала «Большие гонки». Великолепный Мартик не может спать от криков болельщиков на центральном стадионе «Леаль». Сегодня в «Больших гонках» за Россией играет команда «Первый». И только что закончился конкурс нашего шоу «Золотая литератка». Сейчас давайте посмотрим на результаты. Украина получает 4 балла, Россия 2, Китай 1 и Франция 4 балла. Я сейчас вижу, что украинской команде прибавлено очень много очков. Я не понимаю, с чем это связано. То ли с давлением на судейство, то ли действительно это справедливо. Украинская команда опережает нас на одно очко. У них становится 11, у нас 10. Таким образом мы отстаем и проигрываем украинской команде и занимаем третью позицию после Франции и Украины. Но... Мы русские, а русские никогда не проиграют, правильно? У нас есть шансы выйти в полуфинал. И всего лишь одна российская команда при удачном стечении обстоятельств оказывается в финале супер-бестселлера сезона «Большие гонки». Ребята стараются. Я им желаю победы. Я уверен, что они победят сегодня. Может быть, небольшие, скажем так, неудачи нашей команды в предыдущем конкурсе зависели и от тебя, в том числе, от того, что ты не точно подавала золотые слитки, а? Нет, я подавала точно. Мы все получили в руку. Я пытаюсь просто проанализировать, в чем есть кое-какие ошибки. Я готова взять на себя любую вину. То, что они упали, то, что они не смогли стоять нормально на конфе, то, что он двигался, в конце концов, если только это поможет нашей команде. Но ты очень красиво стояла, вот это вот все движение тела, очень красиво украшала. Дорогие друзья, просто так, постоять рядом с Жанной Агалаковой. Я уже приехал сюда не зря. Коколинка, Коколинка, Коколинка. И так, дамы и господа, следующий конкурс называется «Бегущая вода». Какое страшное, зловещее название «Бегущая вода». Главная трудность заключается в том, что на арену выскакивает кто, спросите вы меня. Я должен был бы ответить вам, ежик. Нет, дорогие друзья, на арену во всю эту круговерку выскакивает опять наш старый друг. Бык. Игроки должны перенести воду в ведрах с одного конца арены на другой. Участвуют по три парня и по две девушки от каждой команды. Два молодых человека собирают пластиковый желоб, по которому польется вода. Девушка, стоящая на специальном подиуме, льет по желобу воду. Третий юноша держит ведро и по мере наполнения относит его к девушке, которая находится на противоположной стороне арены. Она выливает воду в специальный резервуар и все начинается снова. Игроки должны перенести через арену как можно больше воды. Проблема в том, что по арене бегает бык, который может разорвать цепочку в любом месте. Команда, которая наберет больше всего воды, получает победные четыре очка. Оля, скажи, пожалуйста, кто будет принимать участие в этом конкурсе и почему именно эти люди? Ну, уже знакомые с быками Виктор, Саша Мостовой и Илья Ковальчук. И, кстати, сама вызвалась Жанна Агалакова, вообще меня удивила, очень отважная женщина и Оля. Вот эта группа должна вырвать победу, нам она очень-очень нужна сейчас. Внимание! Выпускайте бычка! Итак, дорогие друзья, конкурс начался. Все, бык пошел. Вода начинает наливаться. Пока быку наплевать на всех, включая мостового. Отлично, отлично мостовой отвлекает просто-напросто быка. Тем временем Виктор Гусев набирает. Да, да, бык пошел первым на китайцев. Французы опережают нас. Мостовой схватил ведро и побежал. Давай, 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 Саша! Молодец! Бедра поменены. Все правильно делаете! Вода набирается. Эх, жалко, некому схватить ведро. Мне бы сейчас туда выбежать нельзя, каждая собака знает. Бэк спокойно прогуливается, дорогие друзья, и Эфа на руку всем командам. Очень волнуется Витя Гусев, очень волнуется, черт побери. Наше ведро опрокинуто. Наше ведро опрокинуто. Мы опять пытаемся наполнять. Жанг Галей! Молодец! Молодец, молодец, Жанна. Отлично, отлично! Быть поддел на рога французов. Родина! Родина! Наша команда успешно пытается набирать ведра. Саня, бери ведро! Пере ведро, скорее! Пере ведро, пере ведро! Пошел, давай! Давай, давай! Пере ведро, Саня, кричит наша команда. Друзья мои, тот, кто не понимает, это капитан команды Леонид Випович. Очень, очень нервная атмосфера стоит сейчас на арене. Наши продолжают наполнять ведра. Вы знаете, дорогие друзья, на самом деле, все, что касается отворевой разлива и налива и взгробнули, конечно, нашим равных здесь нет. Но бык, это разъяренное животное, дышащее практически огнем из своей пасти, оно портит нам всю игру. Посмотрите, посмотрите на это животное, которому абсолютно все равно. Русские, французы или китайцы, оно нападает на все, что из них меня шевелится. Французы, наши держатся, держат оборону и продолжают капля за каплей наполнять сосуд для воды. Французы, французы очень четко действуют, не менее четко действует бык. Очень хорошо себя проявляет Виктор Гусев, он как лидер команды, он пытается сплотить вокруг себя всех играющих, всех бьющихся на этой арене. Конечно же, это не игра, это просто битва, иногда она носит вид пурского сражения. Французы. Французы плавно и методично наполняют свой сосуд. И бык это видит и атакует французскую команду. И мне кажется, сейчас французской команде будет очень и очень несладко. Это, безусловно, на руку нашей команде, но какой-то дух все равно дружбы и поддержки на площадке присутствует, поскольку не надо забывать, что это, в общем, всего лишь как бы спортивные соревнования. Почему они приобретают такую сложную атмосферу и такой иногда драматичный поворот, ну, здесь в честь и хвала организаторам соревнований. Не буду лукавить, конечно же, ведущего программы, то есть меня, извините за скромность. И последние секунды этого драматичного поединка, естественно, все решит жюри. Сейчас будет гонка. Конец игры Увы, мне так кажется, отсюда я могу ошибаться, дай бог, чтобы я ошибался, что наша команда в этом конкурсе проигрывает. Мне почему-то показалось, что какая-то неуверенность была. Не, была уверенность, просто два ведра у нас же бык сбил поле полной. У остальных команд бык сбил больше ведер. Понимаешь, это как в шитье. Чтобы два шва были ровно-гровненько вместе, а они не были. Была дырка и... Почему это сейчас вы говорите? Почему вы там не могли решить эту проблему? Мы говорили громко, но бык кричал громче. Фактическая ошибка. У нас не было непрерывного потока воды. Ну, чтобы она лилась и лилась, лилась и лилась, сколько пойдет ведро, неважно. А у нас были перерывы очень сильные, почему-то да. У нас жанра спит на советской системе, она экономила воду. Она не экономила воду. Она бежала медленно. Нужно какое-то время, чтобы ведро набралось. Это вы, десятая часть. Ну, как сделали, так сделали. На самом деле, это еще не конец. Мы верим в нашу команду, мы болеем за нее, мы желаем удачи. По результатам конкурса «Бегущая вода», Украина получает два балла, Россия – один, Китай – четыре и Франция – три балла. Очки по итогам всех конкурсов распределяются так. 16 очков у французов, у китайцев 11 очков, 11 очков у нашей команды и 13 очков уже у Украины. Ничего. Мы будем надеяться, что нашей команде удастся выдернуть победу в дальнейших конкурсах. Ну, понятно, что у нас желоб неправильный, и у нас одно ведро он сбил, и одно ведро он пробил рогом. Он два почти полных ведра. У вас еще был момент, как полила, у вас из этой желоба выливался на зерно. Да, мы, может, неправильно положили с самого начала, у нас уже было наоборот, не важно. У нас еще, Санкт-Петербург, у нас еще была выгодная позиция, мы же стояли посерединке, понимаете. Нормально было. Да, у нас хорошая позиция была, вот что обидно. Тактика, вот тут тактически мы, конечно, тактически поиграли. Давайте переиграли. Одни, и без коровы. И без коровы. Итак, дорогие друзья, условия следующего конкурса, он называется «Диета». Или австралийские страшные столбы. Участвует один юноша и одна девушка от каждой команды. Юноша наряжается борцом сумо и по команде начинает гонку. Он должен преодолеть все препятствия и оказаться в центре вращающегося подиума, где девушка из его команды наденет на него шарф. После этого сумоист бежит дальше, чтобы как можно быстрее вскочить на специальную подставку на финише дистанции. Проблема в том, что подставок меньше, чем игроков. И сумоист, который окажется последним, выбывает из игры. Оставшиеся игроки начинают новый раунд. По результатам всех стартов самый быстрый игрок получает 4 балла. Прямо сейчас, впервые в истории больших гонок, состоится конкурс «Диета». Участники испытания оденут огромные надувные костюмы сумоистов, что тоже происходит на играх впервые. Честь России будет отстаивать популярный ведущий первого канала Андрей Малахов. От Малахова очень многое зависит. Я ему об этом сказала. Настрой у него и есть. Малахов самый сильный. А кто же еще может быть самый сильный в этом? Он каждый вечер на арене в примерно таком же костюме, в такой же дурацкой ситуации с честью выходит из положения. Сумоисты всех четырех стран готовы. Внимание! Итак, дорогие друзья, дан старт следующего конкурса. Борцы сумо пытаются преодолеть резиновые столбы. Они забегают на крутящуюся платформу, хватают шар в каждый своего цвета и должен отнести его на специальный подиум. За нашу команду сейчас бежит Андрей Малахов. Мне кажется, что Андрей Малахов далеко не последним пришел в этом конкурсе. Последним пришел сумоист из Украины. Он выбывает. Внимание! Приготовились ко второму старту. Это второй старт. И вновь Андрей Малахов. Он прорывается сквозь резиновые столбы. Далеко не первым. Но ничего-ничего. Есть еще возможность наверстать. Чуть-чуть он опаздывает. Забегает на вращающийся подиум. Получает свой реквизит. И падает. И падает. Очень обидно. К сожалению, последний игрок по условиям этого конкурса выбывает. Андрей Малахов выбывает из конкурса. И остается китайская и французская сборная. Получаем такое огромное удовольствие. Андрей Малахов видит в таком виде. Он такой вот путь совсем стройный здесь. Но, по-моему, мы уже проиграли. Итак, французы дают команду к следующему старту. В игре остаются французы и китайцы. Пока французы лидируют, все очень гладко складывается у французского игрока. Он первым забегается на крутящийся, вращающийся подиум. Падает, падает. Поистину, дорогие друзья, поспешишь людей насмешишь. С залогом. В этом конкурсе победил сумоист из Китая. Леонид Аркадьевич, как вы считаете, как наша команда выступала в этом конкурсе? Вы сами все видели. Андрей устал. Но он молодец. Во всех конкурсах. Только скажи. Никакого отказа. Никогда. Веселый, смешной. До конца боролся. Ну, силы вышли. Что ты поделаешь? Мы возьмем свое на горке. Мы надеемся, что мы возьмем свое на горке. И именно горка, страшная горка, это финал сегодняшнего соревнования. Дамы и господа, мы снова во Франции. И надо сказать, эмоциональное состояние болельщиков и игроков на стадионе Леаль вызывает серьезные опасения. Здесь снимается супершоу Первого канала «Большие гонки». Только что закончился конкурс «Сумо», в котором любимый ведущий Первого канала Андрей Малахов оделся в нелепый костюм японского борца и в таком виде попытался принести победу своей команде. Сейчас давайте посмотрим на результаты. По итогам конкурса «Диета» Украина получает один балл, Россия – два, Китай – четыре и Франция – три балла. Общие результаты перед финальным конкурсом на ваших экранах. Наша планка стоит на высоте 13 баллов. На высоте 14 баллов стоит планка у украинцев. На высоте 15 баллов стоит планка у китайцев. И на высоте 19 баллов стоит планка у французов. Итак, дорогие друзья, мы плавно подошли к финалу нашего сегодняшнего состязания. Сложнейший конкурс «Эстафета». «Горки» – это главный конкурс турнира. В процессе игры каждое состязание приносит команде баллы, необходимые в этом конкурсе. Чем больше баллов получено, тем ближе к вершине окажется точка старта первого игрока. Три игрока от каждой команды по очереди подтягиваются на руках, стараясь как можно быстрее добраться до вершины. Самая быстрая команда будет объявлена победителем всей игры. Я должен был здесь выступать, но бык меня немножко поранил. Потом посмотрел врач, что-то хрустнуло в плече. Короче, я должен немножко передохнуть пока что. Поэтому у нас замены. У нас вместо тебя вышел Антон Феоктистов. Будем надеяться, что Антон выправит ситуацию, скажем так. Мощная команда, ребята, скажите, вот, на всю Россию, как вы можете? Шансы есть. Шансы есть, но их мало. Их мало, потому что это самый сложный конкурс. Посмотри, мне очень трудно. Здесь вообще предугадать вообще невозможно. За нас первым идет Алексей Пиманов. Он имеет некоторую фору. За ним идет Антон Феоктистов и завершает эстафету Андрея Малаха. Там своеобразное упражнение, понимаешь, там особо усилий таких укреплений. Ну, Леха, давай! Сюда ты, подойду! Свисток! Свисток к началу. Лучше гор могут быть только горы. Алексей Пиманов начинает восхождение к вершине. Очень тяжелый конкурс. И тяжело складывается отношение Алексея с горой. Нет, он не доходит до конца дистанции. С начала дистанции подхватывает Антон Феоктистов. Чувствуется сила в руках, напор. И очень хорошо Феоктистов идет. Сумеет ли он переломить ситуацию? Очень хорошо идут китайцы. Опережают нас. Китайский спортсмен уже заканчивает. Феоктистов тоже заканчивает. Кто подхватывает? Кто будет финишировать? Ответственный финиш. Финиш это всегда важно. А Андрей Малахов на дистанции. И пока идет хорошо. Французский спортсмен тоже идет неплохо. Но китайского бегуна, я бы так сказал, скалолаза, видимо, догнать уже не суждено. Здесь главное теперь дойти до конца дистанции, чтобы показать, что команда на высоте. Что мы можем, что мы умеем, что мы верим. Сил все меньше и меньше. Малахов идет вровень с украинским спортсменом. Китайцы уже финишировали. Это победа, бесспорная победа китайской сборной. Что на дистанции? Нет. Нет, не складывается у Андрея Малахова. Я напоминаю, что действительно конкурс очень тяжелый. Очень тяжелый. Замирает вроде как, не дойдя до финиша. Еще предпринимаются какие-то попытки. Финишируют французы. Посмотрите, с каким напором французский спортсмен финиширует. И скатывается вниз. Ничего, к сожалению, не получилось. Финиширует украинская команда. Ну что ж, ну что ж. Подождем итогов всей игры со стороны Оливье Ганьяна. На самом деле конкурс очень тяжелый, потому что это последний решающий. И все ребята, кто участвовали, конечно, Малахов в конце. Я думаю, что он героически хотел, но это очень тяжело. Поэтому мы старались сделать, что делали, что смогли. Несколько раз нам немножко не повезло. Но выступили против БК достойно. С золотыми слитками немножко не повезло. Немножко везло там и здесь. Но в общем я считаю, что сыграли здорово. Хотя игра очень трудная. Итак, результаты пятого отборочного тура больших гонок. Четвертое место Россия, третье Украина, второе Франция. И первое место занимает команда из Китая. Игра завершилась. И мы вынуждены признать, что, несмотря на блестящую работу капитана и тренера, команда первой проиграла это напряженное сражение. Без сомнения, это была самая яркая битва во всей истории международных состязаний большие гонки. Ведь на стороне России играли любимые ведущие Первого канала. Настоящие звезды, которые не испугались выступить в непривычной для себя роли террадоров, силачей, акробатов. Им многое удалось. И мы с вами были свидетелями самоотверженной и отчаянной борьбы. В нескольких конкурсах команда первая была безоговорочным лидером, но на финальном поединке силы оставили наших ребят. Всё же они доказали, что их работа не только информировать, развлекать и быть с вами, где бы вы ни были, но и достойно защищать. Честь нашей страны на международных спортивных играх. Мы не отчаиваемся. Говорим спасибо любимым ведущим. Мы ещё победим. Я напоминаю, что это был бестселлер этого сезона «Большие гонки» на Первом канале. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Всё, пока. Пока. Вы смотрите самый масштабный телепроект этого сезона «Большие гонки». Продолжение в следующей программе. На стороне России сыграет команда «Ангелы» во главе с самой юной и обворожительной ведущей Первого канала Татьяны Арно. Вы увидите, как бесстрашный актёр Алексей Чадов сражается с быками. Посмотрите, как ведущая новостей Первого канала Жанна Агалакова продирается сквозь третмерную паутину и, безусловно, оцените, как восходящая звезда российской эстрады окажется внутри огромного надувного пузыря и принесёт победу нашей команде. Всё это вы увидите первыми и только на Первом канале.